Ну что, где удочка? Ребят, дайте удочку. Надо еще? Да, да. Пацаны, удочка. О, дают. Разум, сила, разум, сила, разум, сила, разум, сила. Дай, 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 дай. Дай, дай. Дай, дай. 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 Но машина будет за годину, полтора, не раньше. Можливо, рукаем правильным. Кто муляку на Гелянку? Чего? Поваление памятника Ленину в Киеве – это был очень символический акт. Мы, конечно, за то, чтобы творить, чтобы творить новую Украину, споруджувати будинки, будивать дороги, нарешті прекратить коррупцию, провести люстрацию при завантажении всей системе влади. Но это невозможно без духовного освобождения. Пока на нашей стране стоят памятники тиранам, рух вперед этой страны, тем паче рух в Европу, де коммунизм и нацизм однако засуджені и оглашені тоталитарными режимами, невозможно. Мы сохраняем этот памятник, мы створим память, возможно, музей даже целый, память, который в тоталитарном режиме будем показывать детям, нашим онукам, что эти люди своего часа котировали Украину. Но мы больше не будем учить наших нащадков, что галтовать, вбивать людей, как это делал Ленин, организовывая ГУЛАГ, что это хорошо, это плохо. Мы должны выховывать новое поколение украинцев совсем на других примерах, на примерах героев Майдана. Я не возражаю, я считаю, что если во всей Украине сейчас носят памятники Ленина в рамках народной революции, которая у нас происходит, то почему бы и нет, если это будет символом такой небольшой нашей промежуточной победы над криминальной властью, то я вполне поддерживаю инициативу и жду трактора. Днепропетровску взагалі комуністов очень мало после того, как эта партия зрадила трудовый народ, как эта партия слигалась с крупнейшей олігархической структурой, с партией регионов и, по сути, перетворилась на ней сателлита. У комуністов не осталось электорат, у них остались только фанатики, которые верят, что добрый украинец – это мертвый украинец. Все. Я согласна совершенно со всеми, с правым сектором и с Лешко, который об этом пишет на фейсбуке каждые полчаса, о том, что Януковича нужно немедленно отправлять в оставку и под суд. Вообще я бы, конечно, за то, чтобы повесить верх ногами на столбе на Майдане и оставить напоминание новому правительству. На это место и совершенно нет не будет. Памятник кому? Я бы поставила Богдану Хмельницкому памятник. Майдану Хмельницкому памятник. Майдану Хмельницкому памятник. Я увидел, как он достал, передернул затвор, положил в карман. Позвал ребят, ребята сработали четко. Он был в маске? Не в маске, просто в наглую достал, передернул, спрятал в куртку. Что это такое? Травматические пули были у человека, у провокатора. Увидели, предотвратили, забрали. А сам пистолет есть? Ранила, не ранила? А, вон маленькая дырочка, да, что-нибудь? Тирк прошло. Что там, что там случилось? А где сам пистолет? Пистолет там остался у него. Забрал обойму, ушел к медикам проверять себя. Что, на боевые или эти? Резина черная. А куда вы его отправили в милицию этого ранения? Я не смотрел, я ушел сразу после того, как почувствовал боль в ноге. Я не хотел ни было спрятать. А куда у вас оружие? Я, Россия, все. Откуда у вас оружие, скажите? В толпе, где там? Где в толпе? Скажите, кто вам дал оружие? Да и суд не давал. Откуда оно у вас? Сдаемо, сейчас на руки святки допоможат. В колоненных мы не бьемо ничего. Проводная заявка про злочин, спрямована до органов внутренних справ. Цей факт будет обовязково задокументован. Мы будем вымагать порушения криминального проведения. Это не просто надпад на людей. Ложите телефон! Ложите телефон! Ложите телефон! Ложите телефон! Пресса, будь ласка! Положи воду! Тихо! 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 Я держу, держу. Будь ласка. С администрации звонят. Ну, написано Кирилл, о да. Ну, может, Ода, это фамилия? Ну, нет. Вы телефоны на... Алло! Гудки! Смотри, я его откуда вытягивал, можно? Молодец. Можешь взять и кого-либо. Чуть-чуть, чуть-чуть, его надо было поправить. У него доставили. Ну, вон не отвечает. Вот теперь. Одного посади в гору с кем-то... Герои Слава! Герои Слава! Семески, которые вы сейчас озвучите, от кого? Палыч, Андрей Ода, добро пожаловать. Отобрали у человека, который был с пистолетом на площади, начал стрелять и ранил одного человека в ногу. Палыч, Гребеншам! Я считаю, что то, что сейчас происходит, неправильно. Город Днепропетровск – это очень большой город, и очень много людей согласны с этими действиями, но очень много и не согласны. Поэтому наше мнение следующее. Есть территориальная громада города Днепропетровска, которая должна принять решение методом ли референдума, методом ли какого-то голосования. Но она должна принять решение, что здесь должно быть. Обращались мы и к милиции, и к гражданам города. Ну, то, что происходит, значит, что происходит. Ну, граждан и милиция что-то говорили? Милиция была здесь, но почему-то развернулась и ушла. А почему сюда пришли? Мы смотрим за происходящим. Историческое событие? Да, историческое событие. Документируем, снимаем. А как вы относитесь по-человечески к этому событию? Лично я положительно. Я считаю, что его должны были снести после того, как Украина стала независимой. Ну, а то, что все-таки это памятник, это исторический памятник. Ну, вот правильно, мужчина говорил, что надо сделать их ввести в одном месте. Честно говоря, нужно создать какой-нибудь парк этих всех памятников коммунистической эпохи. Дзержинскому, Ворошилову, Ленину и прочие памятники, которые есть во всех городах. В каждом городе должен быть парк. Куда хотят коммунисты прикипают, цветы возложить? Пожалуйста, пусть приходят. Хочет люди кому-то поклониться, какому-то вождю? Пусть приходят. Но это не должно быть в центре города. Дзержинскому, Ворошилову, Ленину и прочие памятники. Ого, там народы. Я тебе больше скажу. Дзержинскому, Ворошилову, Ленину и прочие памятники. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...